Водички налил, кисточки положил, но в чем их минус? А в том, что они, во-первых, неустойчивые, если их использовать для воды, да, вот видите, вот я поставила, а он вот так вот немножко шатается. И если захочется взять горячий чай, налили, да, или кофе, горячо держать. Поэтому мы решили облегчить эту задачу и сделаем такие подстаканники. Из чего? Вот в зависимости от того, какого размерчика вы хотите, ну, чаще всего используете посудинку. Ну, вот у меня, наверное, вот это самый ходовой размер, и еще бывает, знаете, вот как раз вот эта часть стаканчика, такие стандартные. Вот я буду под него и делать подстаканничек. Из чего? Из колпачка от любого подходящего аэрозоля. Если у вас стаканчики большие, значит, шляпку берите побольше. Если чуть поменьше, вот такой флакончик берите. Это флаконы могут быть из-под краски, из-под лака для волос. Ну, что там еще у нас бывает в таких аэрозолях? Сливки взбитые. Вот, я перебрала все свои флакончики, и оказалось, что вот этот размер наиболее подходящий для стакана вот такого размера. Если у вас потолще стакан, значит, возьмите шляпку, крышечку побольше размером. Размерчик-то подходит идеально, но все равно еще легковата конструкция, то есть есть еще некая неустойчивость. То есть горяченько я взять уже могу, но тоже, учитывая, что это пластик и довольно тонкий, он может быстро нагреться. Мне хочется все-таки сделать какой-то дизайн. Во-первых, утяжелить конструкцию, чтобы плотнее стояло, и, в общем-то, для того, чтобы у меня пальчики не обжигались об горячее. Я взяла довольно симпатичный молд, видите, такой цветочек, то ли тюльпанчик, то ли какой-то подснежник, неважно, главное, что красиво. И взяла самозатвердевающую массу, у меня ДАС. Вы можете пользоваться той массой, которой привыкли пользоваться, то есть тут не важно. Возможно, вы делаете ее самостоятельно, своими руками, поэтому пользуйтесь тем, к чему привыкли. Теперь, хорошо размяв массу, мы ее вправляем в молд. Теперь мы можем достать, не дожидаясь высыхания массы, мы можем достать из молда наш элемент. И будем его приклеивать. Приклеивать я буду на клей ПВА, потому что влажная масса, она на другой клей пока не приклеится. Либо на ПВА, либо на шпатлевку. Посмотрите, какой красивый получился элемент. И, в общем-то, его использовать можно в очень красивых таких ракурсах. И учитывая, что у нас будет подстаканник, я считаю, что это будет как раз к месту. Если вам нравятся такие элементы, то обратите внимание на ссылочку, которая находится внизу ролика. И вы можете заказать и сами силиконовые элементы, вот такие вот, вернее, сами силиконовые молды. И элементы, сделанные из них, из жидкого пластика. Как видите, это особое такое украшение, которое действительно придаст вашим работам некую уникальность. Итак, обратите внимание на ссылочку внизу нашего ролика. Там будет находиться внизу ссылочка. Просто заходите, попадаете в альбом. Выбираете то, что вам нравится. И напишите в личном сообщении, на той же страничке, какие молды вы хотите. Или элементы. После того, как я промазала с обратной стороны элемент, клеем ПВА, я этот элемент прикладываю к нашей крышке. Вот таким образом прижимаем, подправляем, чтобы все это было у меня ровненько, прямо. То, что у меня элемент заходит за края крышки, это даже хорошо. Будет такая фактурная поверхность. Сильно пальчиками не нажимайте, чтобы не испортить рельеф. Вот так я по крышечке проклеила все элементы. И, конечно же, надо хорошо высушить. Оставляем для полной просушки. У меня элементы приклеились, и теперь я могу приступать к окрашиванию. Но сначала маленький секретик. Но вы сами понимаете, что к пластику гладенькому очень трудно приклеить элементы, тем более на ПВА. Все время что-то сползает. Поэтому прежде чем начнете приклеивать, посмотрите внимательно, видно ли в камеру. Я ножницами, можно ножичком, можно спицей, можно чем-то остреньким. Просто покоря была поверхность. Сделала такую насечку. И теперь все держится очень даже хорошо. Красить я буду акриловой краской. У меня спрей коричневого цвета. Вы можете красить кисточкой обыкновенно, как привыкли. Теперь, когда краска высохла, мы покрасим сверху вот таким цветом. Очень симпатичный цвет, такой как бы припыленный цвет плесени, я его называю. Полностью покрываем со всех сторон. Не забывайте внутреннюю часть вот этих элементов, которые у нас приподнимаются над стаканчиком. И вот теперь не дайте краске высохнуть полностью. Ну пусть чуть-чуть там, допустим, постоит, минут пять. И пока она еще совсем не стала сухой, возьмите влажную салфеточку, намотайте на пальчик и убирайте излишки краски вот такими движениями в самых выдающихся частей рельефа. И так пройдитесь по всему стаканчику. Вот такой простенький и очень симпатичный подстаканчик мы с вами сделали. Во-первых, он сам по себе может служить каким-то таким вместилищем для скрепок, кнопок. Если вы возьмете колпачок, допустим, от продуктового какого-то баллончика, со сливками бывают взбитые сливочки, да, делают вот в таком аэрозольном варианте, то можно соль здесь держать, например, перчик, ну и что-то такое по мелочевочке, орешки какие-то. Но мы делали для другого, мы делали для стаканчиков. В принципе, вы можете брать вот такие маленькие стаканчики, ну, может быть, чаю захотелось горячего попить, и вам, чтобы было легко держать, вы возьмете за подстаканник. Но я, конечно же, буду использовать для более больших стаканчиков, для того, чтобы сюда можно было налить воду и спокойненько положить кисточки. Стаканчик у нас устойчивый, не переворачивается, и, естественно, стаканчик запачкали, выкинули, в следующий раз просто взяли новый стаканчик. А подстаканник-то у нас остается и служит нам долго, верой и правдой. Субтитры подогнал «Симон»!